Зима пришла, когда ее не ждали. Впрочем, как и всегда. Нашествие первого снега традиционно поразило ямальцев своей неожиданностью. Муравленко засыпало трассу, Салихард ловил летающие остановки и жил без электричества. Какие еще погодные сюрпризы преподнес северянам сентябрь? Расскажем далее. 19 сентября. Субботу Ямал начало засыпать снегом. Одними из первых разгул стихии ощутили на себе жители Муравленко. Из-за снегопада трассу Сургут-Салихард парализовала. Пришлось звать на выручку технику для расчистки завалов. К такому обилию осадков северяне оказались не готовы. У большинства на машинах стоит летняя резина. Не обошлось без ДТП. На дороге столкнулись сразу пять автомобилей. Снег. На улице реально идет снег. А чёрт? Чё-то не может, рано он будет. А Салихарду досталось от урагана. Не только домик Элли может летать в сказках. Сильный ветер подхватил остановку на одной из улиц города, покувыркал и приземлил на припаркованные автомобили. Разделавшись с конструкции, стихия сорвала вывеску с отделения одной из политических партий и решила проверить на прочность обшивку дома на улице Глазково. На месте стеновые панели удержались только благодаря помощи автокрана. Портал НУР-24 обратился с запросом в администрацию Салихард, где сообщили, застройщик по гарантии оперативно устранит неисправность. Мощный шторм также вмешался в работу переправы Салихард-Лабытнанги. Из-за ветра и сильных волн маршрут из Салихарда закрыли. Машины встали в километровые пробки. В это же самое время со стороны Лабытнанг три парома выполнили опасные рейсы с риском для жизни людей. Как сообщает сайт УРА.РУ, паром загрузился машинами и людьми, чтобы не идти пустым. После переправу закрыли и здесь. Что ж, и синоптикам нужно верить. Об ухудшении погоды в отдельных районах Хмао и Янао северян предупреждали заранее. По словам ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, говорить об устойчивом снежном покрове на Ямале пока рано. Но и бабьего лета ждать не стоит. Неделя стартует с аномального похолодания. Предстоящая неделя покажет, кто в воздушном океане хозяин. Осень продолжит наступать по всем фронтам и проявит себя самым неблагоприятным образом. Виной тому станет мощный североатлантический циклон, который накануне атаковал западные регионы России. И только за последние сутки местами обрушил дом месячной нормы осадков. Эта циклоническая армада из дождя, холода и ветра будет медленно на скорости 10-15 км в час смещаться с курсом на восток, охватывая своим ненастным влиянием почти всю южную половину русской равнины. Символический зимний привет в виде мокрого снега также засыпал часть уральских городов. А Москву смыло месячной нормой осадков, выпавшей за сутки. Такого ливня здесь не видели 73 года. Новый Уренгой снегопад обошел стороной. Падающие белые мухи каких-то видимых неудобств пока не доставляют. Город живет обычной жизнью. Хоть с утра и зарядил эпизодически мокрый снег, осадки чаще всего успевают растаять еще до того, как упадут на землю. Временами снегопад усиливается. В ближайшие сутки ожидается понижение температуры до минус 1 градуса, снег и слякоть на дорогах. Мария Яновская, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма». Для НУР-24. Редактор субтитров А.Семкин